Если у вас осталось немного картофельного пюре, вы с легкостью можете приготовить идеальные картофельные котлеты. Покажу вам идеальный вариант перевоплощения пюре в котлеты, это вкусно, попробуйте. Такие котлеты выручат, если вам необходимо приготовить что-то из оставшегося картофельного пюре, получаются они безумно ароматными благодаря бекону, чесноку и тертому сыру, поэтому устоять перед ними просто невозможно, вместо бекона вы можете по желанию взять копченую колбасу, она тоже даст очень приятный аромат, обязательно посмотрите, как приготовить идеальные картофельные котлеты, вам понравится. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Для начала вытопите из бекона весь жир, обжарив его на сковороде с двух сторон, мелко нарезанную луковицу обжарьте вместе с мелко нарезанным чесноком на жире из бекона. 2. Далее в пюре добавьте яйца, соль, остывший лук, муку, мелко нарезанную зелень, тертый сыр, перец и нарезанный бекон, все хорошо перемешайте. 3. С помощью ложки сформируйте котлеты и обжарьте их на оливковом и сливочном масле с обеих сторон, корочка на котлетах должна получиться золотистой и хрустящей. 4. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, подавайте со сметаной, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте! Вот что нам понадобится. Холодное картофельное пюре, 2 стакана, тертый сыр, 1 стакан, яйцо, 2 штуки, мюка, 4 столовые ложки, луковица, 1 штука, бекон, 20 грамм, свежая зелень, 1 пучок, чеснок, 1 зубчик, перец, по вкусу, соль, по вкусу, масло растительное, по вкусу, для жарки, масло сливочное, по вкусу, для жарки, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь, было интересно, приятного аппетита и следите за новыми публикациями.